Добрый день, дорогие студенты! Сегодня мы продолжим цикл лекций по очень интересному классу растений – это водоросли. Напомню вам, что первые две лекции были посвящены. Первая лекция – это общее сведение о водорослях, об их строении, размножении, значении для природы. Вторая лекция была посвящена зеленым водорослям, сине-зеленым водорослям и их значении для рыбного хозяйства. Это третья лекция, завершающая лекция. В ней мы рассмотрим бурые водоросли и красные водоросли, а также значение водорослей для рыбного хозяйства и народного хозяйства. Настоящие бурые водоросли – это 1500 видов. Название получили они, потому что у них зеленый пигмент хлорофилл маскируется фуко-ксантином, и они приобретают бурый цвет. Среди растений имеются микроскопические формы, но наибольшее развитие получили громадные формы. Представляете, водоросли 40 метров, 50 метров длины, как лента громадная. Это знаменитая ламинария. Ламинария – это особая водоросль, которая заготавливается в большом количестве во всем мире. Идет под названием морская капуста. Из ламинария получают агар-агар и другие вещества. И вот бурые водоросли в основном служат большой, как говорится, гастрономический интерес. Ну и потребляется в основном большими рыбами. Размножаются бурые водоросли споровым и половым путем. При бесполом размножении у них образуются особые, одногнездные спороносцы, которые дают споры, которые купулируют и производят зиготу. Зооспоры. Они не создают половых клеток. Организмы, возникающие из зооспор, вырабатывают половые клетки, и они не способны к размножению половым путем. В качестве представителей, можно сказать, ламинария. Ламинария – это громадная водоросль, минимальный 30 метров в длину, максимальный 60 метров в длину, образует целые подводные леса. Ее заготавливают в громадном количестве для различных отраслей народного хозяйства, в том числе и для рыбного хозяйства. Очень популярны они и сушеным в виде, эти водоросли, так называемые ламинария, морская капуста. И в прибрежной зоне на глубине 10-15 метров, в основном в северных морей. Вот посмотрите, что в северных морях, какие бурые водоросли. Вот это все бурые водоросли. А сейчас покажу вам ламинарию. Вот ламинария, самая крайняя. Это ламинария, и рядом с ней другая водоросль. Я сейчас название вам называть его не буду, чтобы голову не забывать. Но ламинария, вы должны знать, вот с краю, вот эта вот ламинария, вот ее заготавливают, сушат, перерабатывают муку. И также получают из него очень много других полезных веществ. Половые органы красных водорослей устроены очень довольно сложно. Вот посмотрите, половой процесс у вида бурых водорослей нематолеон. Сначала происходит обыкновенная сперма, дают оагонии, дает спермии. Спермии проникаются, и здесь происходит оплодотворение. После того, как оплодотворение произошло, начинают определяться цистокарпии. Эти цистокарпии потом размножаются и превращаются в спермации. Довольно сложный процесс, половой, и самое главное, интересно, что здесь происходит чередование поколений. Вот током воды они размножаются, они переходят в этот самый карпагон, бутылочкообразный орган. И проникают в него, оплодотворяют, и после покоя карпоспоры прорастают в вас новые особи. Громадное значение они имеют в природе. На водоросли в настоящее время подсчитано 80% органического вещества в природе приходится на всей планете. Вот повторяю, вот эта ламинария, просто ее надо знать, само слово ламинария, оно известно. Это все то, что близки к ламинарии, съедобные водоросли. Прямо или косвенно они служат птицам, прямо или косвенно они служат рыбам. Кроме того, они способствуют дыханию водных животных, в том числе и рыб, потому что водоросли выделяют одновременно кислород. Некоторые водоросли, вот ламинария, порфирия, в пищу человека, другие служат для получения корма для животных. Часто водоросли служат получение йода, микробиологических значений. И особенно получают из бурых водорослей желатинообразное вещество агар-агар. Это микробиология и кондитерская промышленность. На первом месте микробиология не будет, агар-агара не будет в микробиологической промышленности. Все биологические исследования в эмбриологии животных растений, в микробиологические исследования поставлены на агар-агаре, потому что агар-агар это как среда, в которой выращивают микробы. Кроме того, ничтые водоросли, промышленное значение, из них получают особую высокосортную прочную бумагу. Диатомовый водоросль является создателями осаточных горных оборот, диатомит, который применяется в технике, промышленности, находит применение для шлифовки материала, и особенно как теплоизоляционный материал. Многие водоросли содержат витамины. И сейчас, если действительно обратиться к тому, что сейчас в магазинах за рубежом, особенно в Китае, Японии, Малайзии, очень большое количество предлагается водорослей для очистки организма, для укрепления иммунитета. В Узбекистане водоросли, разрастаясь в большом количестве, они могут приносить заметный ущерб. Есть такое понятие, заур, то есть сточные арыки, которые с полей, когда соль выкачивают, если там получается размножение водорослей, сток воды останавливается, и без слуха тогда очищать от соли. В то же время, зеленые, синие-зеленые водоросли, это объект биотехнологии. Их размножает биотехнологии в большом количестве для получения различных биологических добавок. Особенно дуналиелла и та же самая спирулина, синие-зеленые водоросли, они богаты витаминами, аминокислотами, они выводят радионуглиоты из организма. Но кроме того, самый интересный момент, что в Узбекистане этими растениями уже занимались. Вот посмотрите, у нас основатель науки альгологии в Узбекистане, это Ахрар Музафаров. Люди, которые занимаются водорослями, их называют альгологи. Он еще 20 лет тому назад, 30 лет тому назад предлагал массовое промышленное размножение, мелководоросли. Посмотрите, хлорелла. А в США выращивают хлореллу тонна, тысяча долларов, в Ивании 1500 долларов. В Германии, где нет морей, где у них тоже концерн производит громадное количество хлореллы, высушенной. Один килограмм стоит 11 долларов. Для чего все это делается? Да это и для корма для рыб, сухой корм для рыб, и одновременно сухой корм, который увеличивает питательность обыкновенного корма для животных. То есть это очень перспективный и для разведения рыб, кормить надо рыб. Вот один из лучших кормов, это вот сухие водоросли, смеси вот этих дунелиэлла и особенно хлорелла. Вот посмотрите, японская фирма Джапан Хлорелла производит ежемесячно, обратите внимание, ежемесячно, тысяча тонн хлореллы. Все это расходится, они бы не производили. То есть большое количество. В Узбекистане они имеют большое количество, также вот посмотрите, спирулина 500 тонн проводят за год, с одного гектара. 500 тонн. При содержании 60% белка. Соя столько не дают белка. Да, ее высушивают, ее ставят, добавляют как корм. Спирулина легко переваривается. Урожайность беломишеской массы громадная. Представьте себе, в 3000 раз увеличивается количество ее в весовом отношении, в 3000 раз, за 2-3 дня. Для свиней, кур, поросят, уток, вот эти спирулина вместе с другими водорослями. Препарат выпускает сейчас, который выводит токсины, нормализует. Я его в Ташкенте не видал. Но тот, кто был за рубежом, Китай, Япония, магазины, не только аптеки, но и магазины, как пищевая добавка в большом количестве вот этих водорослей. Потому что они имеют большое значение для обмена веществ человека, особенно для тех, кто склонен к заболеванию зоба. И к тому же, очень ценный корм. Мы просто не представляем, в каком количестве их производят. Фактически, мы знаем, что агар-агар у нас идет на торт. Не будет агар-агара, не будет микробиологической промышленности. Это факт. Водоросли используют как биологическая очистка. Вот здесь надо подробнее остановиться, что вот эти мощные заводы, золотодобывающие заводы, в Навои особенно. 10 лет Института микробиологии занимался очисткой вод. Там на последней стадии применяется очень страшный яд для очистки золота. И он, этот потом яд выкидывается, и золото получается 4 девятки. Это все в природе идет. Человек занимался 10 лет, и он нашел комплекс водных растений, высших водных растений в смеси с водорослями. Сделали очистку, посолили, запатентовали. Человек защитил дитератацию. Но на защите я присутствовал. Самое интересное, там был отзыв генерального директора Навоинского золотодобывающего комбината, который говорил, пишет. Спасибо вам, ученые, что помогли нам с очисткой. Мы, говорит, сейчас отказались от зарубежной закупки, свою имеем растительную очистку. Вот эти вот водоросли. И он сказал, говорит, если мне можно было, я, говорит, килограмм золота перечислил в Академию наук. Ну, это как бы доброе пожелание все. Но факт то, что вот эти водоросли имеют... У нас, в Узбекистане, уже подсчитали, минимум 20% повышается за счет эффективности. Это известно. К сожалению, до сих пор в массовом количестве, как в Германии, как в США, в Японии, у нас эти водоросли не производят. Я не знаю почему, хотя проблема с кормами стоит очень остро. Я думаю, что вот эта ваша группа, которая будет в дальнейшем заниматься разведением рыб, обратите внимание на это. Потому что местные заготовки вот этих водорослей на одних сейчас определяют фитопланктон. Какой фитопланктон в таком озере, в таком озере? Да рыбы этот фитопланктон за один час съедают. Промышленное разведение требует больших затрат. Именно вот водоросли, которые специально выращивают в быстром количестве и в большом количестве, они помогут решить эту проблему в рыбоводстве. Вот вопросы для самообразования. Это вы можете вопросы взять из интернета. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!